Состояние здоровья 15-летнего ульяновского подростка, больного коронавирусом, удовлетворительное. Сейчас парень получает лечение в Ульяновской детской инфекционной больнице. Если у взрослых еще схемы лечения есть, то у детей, согласно правилам, это только витамины, то есть аскорбиновая кислота. И симптоматическое лечение, то есть если есть кашель, то от кашля препараты, если есть заложенность носа, то противососудорасширяющие. Если есть какие-то признаки вторичной бактериальной инфекции, то есть не вирусной, а именно бактериальной, мы назначаем антибиотики. Татьяна Никульна заявляет, при поступлении юный пациент числся как потенциально зараженный. Положительным оказался второй тест, сделанный на следующий день. Больница была готова к приему особо тяжелого пациента. Сотрудники скорой помощи уже были готовы к приему такому пациента. У них в машине находились костюмы для того, чтобы предохранить себя и окружающих от переноса этой инфекции. Они были одеты соответствующей. Минуя общее приемное отделение, парня поместили сразу в бокс. Сюда заходит больной с улицы. Он здесь ни с кем не контактирует. Здесь чистое помещение и оставляется здесь. О выписке говорить рано. Лечение займет минимум 10 дней. В последний день терапии медики возьмут повторный анализ, а через день еще один. А дальше он все уже? Он здоровый. Да, если два отрицательных анализа, значит коронавирусная инфекция прошла. Мы сделаем дополнительные тесты для того, чтобы исключить у него вторичное инфицирование бактериальной инфекции. То есть это все как бы уже не связано с инфекцией. Это обычная стандартная процедура для лечения инфекционных больных. Сейчас в больнице пять помещений для изоляции. Кажется, состоит из нескольких частей. При необходимости в детской инфекционке могут увеличить количество боксов до 60. В связи с пандемией расширился и парк аппаратов ЭВЛ. В срочном порядке в больницу докупили еще три оборудования. Теперь в арсенале девять машин. В достатке даже с запасом препарата для лечения COVID-19. В основном это аскорбиновая кислота, препараты от кашля, физрастворы и глюкоза. С подозрением на коронавирус в больнице числятся еще двое несовершеннолетних, прибывших в Ульяновск из Алжира и Саудовской Аравии. Первые анализы дали отрицательный результат. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ.